В городе Видное бывшие комсомольцы встретились в парке «Юность» на улице Заводской. Здесь для них был подготовлен приятный сюрприз – старые фотографии, на которых многие из них не без удовольствия и удивления находили себя. Уже повзрослевшие комсомольцы сейчас, возможно, и не вспомнят, когда именно было сделано то или иное фото. Но дух того времени оставил в душах незладимый след. В начале 50-х годов прошлого века в город Видное, который строился рядом с коксогазовым заводом, приезжали комсомольцы со всей страны. Именно при их участии возводился местный стадион и жилые дома. И позже в строительстве кинотеатра «Искры» активное участие также принимали комсомольские бригады. Члены ВЛКСС унесли огромный вклад в становление и развитие Ленинского района. Все стройки, во-первых, с Советского Союза были с участием комсомольцев Видного, но и все мероприятия, которые проходили в Москве, комсомольцы Ленинского района, в нем мы обязательно участвовали. Вопрос о возрождении комсомола не раз поднимался на самом высоком политическом уровне. В частности, в 2010 году Дмитрий Медведев, бывший в то время президентом России, высказался, что не против возрождения комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической составляющей и без участия государства. В 2013 году президент Владимир Путин направил поздравления участникам и гостям праздничного вечера концерта, посвященного 95-летию ВЛКСС. В настоящее время в России действует несколько молодежных организаций, но ни одна из них так и не смогла стать серьезной политической и консолидирующей силой, какой был в свое время комсомол. Продолжение следует...